Виктор и Эхо, стойте на месте! Ждите следующих указаний! Всему вооруженному персоналу подойти к наблюдательному пункту! Цель обнаружена! В этой папке содержатся материалы о чудовищах из Балтимора, за которыми наблюдали научные сотрудники и персонал во время предварительной зачистки. Здесь нет результатов последних исследований, но этой информации достаточно для ознакомления с вопросом. Одной из наших самых интересных находок в тюрьме на острове Карнете стал дневник заключенного по имени Клем. Он составил иллюстрированный справочник с описанием всех чудовищ, которых видел, и назвал их своеобразными именами. Мы были удивлены его образованностью и проделанной работой, и решили впредь использовать его классификацию. Жнец. Это самый многочисленный вид чудовищ из тех, которые были обнаружены на данный момент. Его тело похоже на человеческое, но руки и ноги представляют собой длинные острые клинки, а на месте головы стоит какой-то металлический прибор. Проще говоря, жнец напоминает тех преступников, которые ходят по улицам с ножами в руках. Только эти ножи гораздо длиннее и острее. Поджигатель. Этот вид чудовищ интересен тем, что может жить, несмотря на то, что его кожа постоянно охвачена пламенем. Оно гаснет только тогда, когда хозяин умирает. Пока он жив, с его тела падают пылающие кусочки кожи, но при этом он, судя по всему, не получает никаких повреждений. В Балтиморе часто горят старые дома и склады, в которых селятся бездомные. Они гибнут, попав в горящую ловушку разваливающихся зданий. Если бы они могли выживать так же, как поджигатели. Обжора. Как и одно из чудовищ Карнети, обжора пожирает все, до чего сможет дотянуться. Насколько мы знаем, это основной фактор, определяющий его поведение. Кажется, мощные челюсти и острые длинные зубы обжоры созданы для того, чтобы крошить твердые предметы. И они прекрасно справляются со своей задачей. В Балтиморе уже давно существует легенда о ненасытном существе, которое питается всем, что видит. Прострел. Это чудовище обладает человеческим телом, которое выглядит так, словно в него много раз стреляли из ружья. Особенно сильно повреждена голова. Его ноги напоминают паучьи. Кроме того, в них встроено какое-то огнестрельное оружие. Кажется, словно это чудовище олицетворяет собой тех преступников, которые разгуливают по улицам Балтимора, убивая людей за малейшую провинность. Торчок. Это некая разновидность существ, виденных в Карнете. Внешне он напоминает наркомана из самых бедных районов Балтимора. Его поведение не отличается разнообразием. Он бросает медицинские шприцы во все, что движется. Анализ показал, что в каждом из его шприцев содержится уникальная наркотическая смесь на основе героина, которая способна мгновенно убить практически любого человека. Стрелок. Это существо очень похоже на те, что мы видели в Карнете. На его спине находятся винтовки. К тому же он способен выскакивать из-под земли, что производит неизгладимое впечатление, учитывая его размеры. В истории Балтимора было несколько случаев появления тварей с винтовками для подавления восстаний горожан. Интересно, имеет ли стрелок какое-то отношение к тем делам. Мучитель. Это одно из немногих чудовищ, которые не имеют человеческого скелета, кроме ужасного черепа. Он был назван мучителем за свою манеру убивать тех, кого увидит. Он способен до смерти преследовать жертву и постоянно жаждет человеческой плоти. Их появление всегда сопровождается видением человека огромного роста, который, возможно, был их хозяином. Крот. Города построены на костях тех, кто работал и умирал при строительстве подземной инфраструктуры. Кроты привыкли к условиям окружения, как и те рабочие, и способны выживать в самой опасной среде. Они движутся под землей с огромной скоростью. Как именно это происходит, до сих пор не выяснено. Особенно если учесть, что им приходится преодолевать самые разные по плотности материалы. После долгого изучения истории острова Карнати, я решила написать что-нибудь менее мрачное. Мне показалось, что самый большой город нашего штата может послужить интересным объектом исследования. Правда, погружение в историю Балтимора заняло достаточно много времени. Я всем сердцем желала уехать с острова, но вскоре поняла, что Чарм-Сити таит в себе не менее темное прошлое. Может быть, дело только во мне? Неужели жизнь на Карнати изменила меня настолько, что я стала замечать только плохое? Или в жизни много зла, которого я раньше не замечала? Порт Балтимор. Балтимор занимает выгодное географическое положение. В XVIII веке на этом месте был порт для быстроходных кораблей, а в наше время это самый важный грузовой порт на восточном побережье. Правда, есть и обратная сторона медали, так как и в прошлом, и в настоящем порт является лакомым куском для преступников. Здесь находится множество заброшенных построек, и жители Балтимора вряд ли знают, для чего используется порт. Легенды города. Одна из самых трагических историй Балтимора произошла во времена Великой депрессии. В 30-х годах XX века в городе жил священник, у которого не было возможности покупать продукты для кухни бедняков, и он подавал голодным блюда из человеческой плоти. В то же время возродилась давняя городская легенда об обжоре. Во времена сокращения поставок продовольствия родители рассказывали своим детям об обжоре, который съедал все продукты и мог съесть их самих, если они будут плохо себя вести. Туннели. Как и под любым достаточно старым и большим городом, под Балтимором находится разветвленная система туннелей. Срок их использования давно вышел, и многие конструкции находятся в аварийном состоянии. Находиться там опасно для жизни, но многие иммигранты, большей частью из Ирландии, были вынуждены их ремонтировать, так как другой работы для них не было. Говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышатся из-под земли. Старая станция. Рабовладельческий штат Мэриленд отделял мир рабства на юге от мира свободы на севере. В штате было множество железнодорожных станций. В одном из таких мест в Балтиморе жил охотник на рабов Копперфельд. Жители города рассказывали, что Копперфельд улыбался, спуская своих собак на беглых рабов, и смотрел, как свора заживо пожирала беспомощных людей. Линчевание. Даже самый неопытный переговорщик подтвердит, что разбушевавшегося человека успокоить можно, но утихомирить разъяренную толпу не сможет никто. Еще 80 лет назад в Балтиморе на угловой улице ярость толпы всегда заканчивалась кровопролитием. Но все это осталось в прошлом, и никто уже не помнит, в чем была вина преступников. Толпа сама решает, виновен он или нет. Исправительная тюрьма в Восточном Балтиморе. Исправительная тюрьма Балтимора была предназначена для содержания опасных преступников. В течение 50 лет ей управляли жестокие начальники, воспитавшие не менее жестоких тюремщиков. В конце концов в тюрьму попал преступник по имени Блэкмор, который преподал им всем урок. Его жестокость превысила жестокость его надсмотрщиков. Я старалась ничего из этих вещей не выбрасывать. А что делают мои подруги, когда расстаются с друзьями или мужьями? Выбрасывают все, что напоминает им о прошлом. Сжигают, разрывают на кусочки. Когда я разозлилась найти, я ничего не стала выбрасывать. Какая-то часть меня жаждала забыть его, но другая часть надеялась на то, что все закончится хорошо. Кори и Малкольм значат для меня все. Из-за них я рассердилась на Ти. Я хотела, чтобы они ни в чем не нуждались. Понимал ли он, что именно от него зависело их счастье? Правда, с тех пор, как я переехала на Манхэттен, он был хорошим отцом. Я скучаю по ним больше, чем когда-либо. Мы должны быть вместе. А если для этого мне придется помириться с Ти, что ж, и не такое бывало. Майлз — лучший друг Ти. Он умен и, по-моему, дружелюбен, но слишком часто попадает в неприятности и тянет Ти с собой. У него есть бар «Андеграунд», и именно там Ти ввязался в драку, из-за которой его посадили в тюрьму. Интересно, какую роль сыграл в этом Майлз. Я всеми силами пыталась удержать Ти от тех людей, которые могли разрушить нашу жизнь. Но мне это не удалось. Когда у нас включат электричество? Пока лучше сидеть тихо. Как бы то ни было, я уже говорил, что она сама не понимает, что мы можем узнать. Здесь так много нового. Джейкобсон говорил, что образцы собранных тканей распадаются очень быстро. Он собирается работать живыми экземплярами. Пока у нас нет другого выхода. Черт, что это? У нас нет оружия. Нам нужны ответы. Мы никому не хотим вреда. Мы ничего не скажем. Это был взрыв. Его планировали. Нужно убираться отсюда. Быстрее, быстрее. Эй, кто этот парень? Не знаю, это не наше дело. Давай убираться отсюда. Эти твари вырвались на свободу. Я так и знал. Сомневаюсь. Нам приказали разгронять троп-канализацию. Мы уже должны быть там. Не в моем вкусе. Но что поделаешь? Я должна показать тебе кое-что очень важное в доме. Но чтобы добраться до него, тебе придется пройти под землей. Си, ты должна... Си, ты должна... Такая красивая. Нет, пожалуйста. Такая вкусная. Я не могу. Сладкая. Сладкая. Субтитры создавал DimaTorzok